Вызов на ведомственный турнир по боксу вырвал Игоря Харитонова из армейских будней. Десять месяцев воинской службы сделали свое дело. Основной принцип «всегда быть на чеку» пригодился при подготовке к соревнованиям. Долгое время Игорь не выступал на официальных турнирах из-за травм. Возвращение в большой спорт случилось спустя всего несколько дней усиленных тренировок. Соперники внушительные на первенстве вооруженных сил собрались именитые боксеры из 30 регионов страны. Но в своей вестовой категории Прокопчанин сумел одержать победу. Конечно, ощущения хорошие, даже отличные, потому что, как проверился этот старт, начало этого года, соперники были сильные, мастера международного класса, такие же, как и я, мастера спорта, члены сборной России, так же, как и я служат они в армии, с ними, как оспорили этот титул чемпиона. Теперь дальше будем с ними и на сборах, и на следующих соревнованиях опять. Победа на престижном турнире – прекрасный подарок для наставника. Сегодня тренер, он же отец чемпиона Игорь Харитонов-старший, празднует день рождения. Примечательно, но будучи ребенком, сын знаменитого тренера перепробовал все виды спорта, за исключением бокса. Но в итоге все же принял решение пойти по стобам отца и не прогадал. За последние 10 лет Игорь Харитонов стал победителем престижных международных турниров класса А. Пятикратным чемпионом России, трехкратным чемпионом и лучшим боксером Европы с 2008 по 2012 годы. Кроме этого, Прикопчанин занимает первую строку в международном рейтинге любительского бокса и награжден почетным знаком «Золотая звезда Кузбасса». И в этом огромная заслуга наставника. Какие могут быть поблажки? Наоборот, с него больше спрашивают, чем с других спортсменов, с других воспитанников. Потому что нельзя его жалеть. Вид спорта такой очень тяжелый. Да, вроде бы с одной стороны менее травматичный, чем горные лыжи, там прыжки с тропления, а он как бы все равно травматичный, сильно травматичный. Поэтому же жаловать себя на хорошем не привык, потом будешь плакать. Сейчас пожалеешь, потом поплачешь. Поэтому лучше не жалеть, а работать как, наоборот, спрашивать как со своего сына родители спрашивают. Надо так работать и так воспитывать и тренировать. Очередная победа уже гарантированно дает боксеру из Прокопьевска право и в этом году выступить на первенстве России по боксу среди молодежи, который пройдет в Кемерове в августе. Что же касается Харитонова-старшего, то он, в свою очередь, определил воспитаннику другую вершину – Олимпийскую. Вполне возможно, что путевка на Олимпийские игры достанется именно им. Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города.